Ну а что, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Клауд, и все-таки я решил не то, чтобы вернуться как механик, возможно, в принципе, мы и вернемся, но я хотел всем посмотреть, что вообще лид-строй за последнее время, потому что игра очень давно не обновлялась, нас кормят, вами, дев-блогами, которые тоже очень давно выходили. Что происходит вообще на этой карте? Я создал пустую карту, ребята. Создал пустую карту, что вот это? Вот что вот это? Откуда это все появилось? Почему на этой машине флаг ЛГБТ? Что, что, что происходит? Почему она смакует? Как она вообще едет на двух колесах? Что за дичь? Там никого нет, ребята, просто какая-то дичь. В общем, друзья, давайте посмотрим, что строит народ, потому что действительно интересно, давно не запускали, не играли, поэтому погнали. Я собрал некоторые постройки, вроде бы что-то мне прислали подписчики, что-то будет стопов за неделю, что-то будет стопов за все время, но, в общем, давайте посмотрим, что это такое. Есть курица, которая, ну, в общем-то, это тот самый цыпленок, я сейчас вам покажу, какой цыпленок, чтобы вы понимали, не все понимают, какой какой-то цыпленок. Но у меня это столько модов, что я его не найду, нет, я его нашел, ребята, по-моему, это, если я правильно понимаю. Как-то у нас еще какой-то извращенский есть цыпленок, а что это за цыпленок такой? Цыпленок китаец. У нас вот такой вариант, только большой, помните, стандартный цыпленок? Вот, и вроде как здесь что-то поворачивается, но это не точно, давайте посмотрим, батарейки не хватают, что происходит? Так, так, я его запустил, он по... он пошел, было же только что, что-то, что я нажал? А, надо заводить его уже. Он еще яйца выбрасывает, что происходит? Так, что... что-то дичь, а можно стукнуть? Слушайте, реально яйцо выбрасывать. К примеру, сам нужно как-то нажимать, сейчас покажу, вот это в этом районе. Кнопка есть. Заводим максимальный заряд. Вот видите, он заводится заряд, он показывает заряд. Все, максимум. Суки, он еще срет, реально срет, яйца. Какой-то он знает, еще остался. Пол заряда. Просто огонь. Вот эта постройка, ребят, просто дичь. Ну только на это посмотрите. Там что-то же полмая шапка у него вращается. Охренеть. Ладно, у меня уже после башка будет этого звука. Я тебя поставил, ты чего работаешь, я не понял. Я тебя убью. Да все, все, успокойся, цыпленок. Ну все, я тебе все прощу. Все задыхает, смотри, слушайте, прям офигенно сделано. Господи, кто-то, кто построил на постройку, просто бог. Бог постройок. Ребят, ну очень рожачная постройка и очень, ну, со смыслом, понимаете, сделано. Поэтому это просто бомбически круто, ребят. Просто круто. Ладно, друзья, давайте посмотрим, что-нибудь еще. Такая дорога из яиц. Нет, Скорп Механика все-то по-прежнему крутой. Ну, потому что люди, которые изобретают, используют глюки, используют моды, вот они крутые. Разработчики не крутые пока. Так, еще интересная особенность есть в помощи глюка в Скорп Механики, то есть теперь вот Safe File, и Safe File загоняет все в одну оболочку. На самом деле здесь музыкальная шкатулка, она очень маленькая, но на самом деле она примерно где-то вот таких вот размеров. Тут очень много всего было поставлено, музыка запрограммирована, потом все с помощью Safe File, с помощью программки заложено в один вот такой маленький кубик. Это все дело работы. Давайте посмотрим. Вот целая музыка запрограммирована, смотрите. Господи, там могут забанить за на YouTube. Я пою, чтобы не забанить на YouTube. Блин, все-все-все-все, мы поняли. Классно, да, ребят? Схема, ну вот из таких вот блоков, то есть, да, из музыкальных блоков, вот таких вот, из различных гейтов, вот целая куча схем, потому она все присутствует в один файл. Это очень круто, но это сделано именно на глюки через файл. А также фары делать составляют. То есть, в один блок можно кучу всего вставить. Так, это какая-то подушка-мобиль. Что это? Что это называется? Не знаю, для чего я это сделал. Так, ааа, это подушка-трансформер-мобиль. Нормально. О, яйцо. Слушай, он неплохо катается, но он на глюки поворачивается, типа, все. Нет, колеса немножко поворачиваются. Складываемся, срочно трансформируемся. Дичь, конечно, но прикольно. Так, а как насчет такого крутого вертолета, который сделан, кстати, ребят, без модов. И он реально круто выглядит, смотрите, вот на это. И, по-моему, он даже неплохо летает, только у нас проблема, чтобы сейчас подушкой мешать. Надо их забрать отсюда. Все. Так. Слушайте, ну, дизайн, учитывая, что без мода, учитывая, что в скрап-механике проблемы с угловатыми блоками, сделано все, по-моему, очень-очень неплохо. Так, садимся и погнали. Теперь нужно искать нужную клавишу для запуска. Вот, запустили. О, даже колеса не убирает, смотрите, прикольно. Так, отнимемся подальше камеру. Это максимальная камера, к сожалению. Вперед. Можем наклонять, поворачивать. Это не самое удобное управление для скрап-механики, потому что... Оно мне нравится. Выглядит круто. Так, не падаем, не падаем, не падаем. В общем, он сделан, кстати, по всему, да, из картона. И вы можете его даже, в принципе, протаранить, то есть пушкой прострелить. На самом деле, проблема, если бы перевернулись, то его охренеть сюда вы теперь выйдите. Поставьте как-нибудь. Опа, я перезашел и вышел, смотрите. Опа, я же загружал пустой ландшафт. Что с игрой происходит? То я загружаю пустой ландшафт, то я загружаю... А, может быть, карта была с таким уже им существует, поэтому такие глюки пошли? Слушайте, ну это не прикольно. Давайте перезайдем. О, ребят, смотрите, я нормально сгрузился. Скорее всего, просто была одинаковая на задней карты, поэтому такие глюки были со спауна новой карты. Так, мы попробуем еще раз запуститься. Там кнопочки сейчас правильно прожимаем. Но он какой-то резкий. Он резко взлетает, он не зависает в воздухе. Это его главная проблема, мне кажется. Нашал с вами вертолета. Он как бы эту штуку врубает, и он должен, вроде бы, неплохо зависать, но он не зависает. Вот, я нажимаю, отпускаю, и он падает. У него нет зависания. В этом главная проблема. Поэтому приходится как-то импровизировать. Вот так выглядит офигенно круто. Для скраб-механика нарисовано очень круто. Сейчас мы падаем, видите? Так, 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 так. Вот, я выравниваюсь. Ну, вообще сделано круто, согласитесь. Да, 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 да. Ладно, хрен с ним с полетом. Мы, собственно-таки, видим, как он летает. Не очень качественно. В смысле, в том, что не зависает его главная проблема. А так, в принципе, он качественно летает, на самом деле. Очень хорошо. Но дизайн, для учитывания, что скраб-механика, очень, как я уже говорил, красиво нарисован. Надо только найти, где открываются у него другие двери. Я хочу посмотреть, что не там внутри. Я так понимаю, давайте возьмем пулемет в руки. Это, по-моему, сделан из картона. Он должен простреливаться, в теории. Так, это... Мне нужен самый пулемет в руки. Он находится в другом месте. Вот он. И картошка мед, да? Да. Эти дверка есть. Ну, сделан для того, чтобы какие-то как-то стреляться, баталии какие-то устраивать, там подобные. Так, вот какой-то трап есть. Эм... А что, должен допрыгивать, что ли? Там везде... О, допрыгнул. Это поворот. Так, что у них еще есть? Радио. Неплохо. Что здесь? То же самое почему-то бывает. Так, два сидения. Какой-то... Какие-то грузы, там подобное. Здесь все так по-моему, что не отключать не работает. А это что такое? Ах, ни хрена себе. Прикольно. Цена штук отодвигается. Причем, неплохо сделано, да. По-моему, еще таких вот глюков, но это такие глюки нормальные. Это глюки, которые всю жизнь были глюками. Это не через файл, это нормально. Я так подозреваю, еще сзади открывается. Да. Неплохо для скреп-механика, но, ребята, мы едем дальше. У нас тут еще появился какой-то геймм из СССР. Да, его не упаковали в одну упаковку, такую маленькую, но... Тоже, вроде бы, прикольно смотрится. Такой-то небоскреп маленький. Пробаем? А, пробаем, я сказал. Все, вырубай, нафиг. А если много раз нажать? Все, смотрите, заклинило. Хана. Сломали. Так, идем дальше. У нас классный мустанг. Мне, знаете, чем он понравился? Я еще давно его приметил. То, что у него реалистичная работа двигателя. Видите, там, реальная работа Porsche. И то, что у него подключение задней оси работает с помощью реального подключения задней оси. То есть, это не физика игры. Точнее, это не механика игры. Это именно физика. Сейчас я вам покажу. Надо только в него сесть. Классный мустанг. Еще при этом классный мустанг. При этом сделан без всяких модов. Что для меня вызывает, конечно же, большую вожуху. Смотрите. Нажимаем газ. Он подключит. Как вам показать, даже не знаю. Видите, у него кардан крутится, да? Нажимаем газ. Он, видите, подсоединяет. И, конечно, крутится за счет заднего кардана. Реально кардан. И впереди реально работает мотор. Смотрите. Реальными поршнями. И отпуская газ. Видите, вот кардан отсоединяется. И мы не едем. А если мы нажимаем назад. Тоже подсоединяется кардан. И мы едем назад. Там реально крутится. Смотрите, внутри все. Я, честно говоря, не знаю, как это сделано. В смысле, я как бы знаю, как это сделано. Но это очень сложно сделать на самом деле. Потому что. Там надо все реально все грамотно подбирать. Так, давайте, в общем, выйти. Вот. Так, где у него перед? Вот у него перед. Вот. У него четыре цилиндра работают. Реально. Крутосится. Реально. Делает там подобное. Здесь впереди ничего не подсоединяет. Здесь у нас просто поворотная подвеска. В общем, это все мягко. То есть, эта вся подвеска реально работает на пружинах. При этом всем. Потому что это реально отдельный элемент. Вот он подсоединяется. Как только садитесь в машину, он запускается. Подсоединяется к другой кардан. Который включает вот эту шестеренку. Который включает вот эту шестеренку. Который включает другую шестеренку. То есть, грубо говоря, здесь сделан дифференциал. Сам настоящий. И который крутит реально эти колеса. Вот. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Беру интерфейс, чтобы не мешал. Или, наверное, съедет, наверное, да? А, он зажимает колесо. И колесо прокручивает. Смотрите. Вот это поворот. То есть, он поршнями прижимает. И реально крутит. Вот как это ребята обошли. Между подвеском слева и справа. Там, где садится дифференциал. Эта штука держит. Поэтому подвеска все не падает. Охренеть. Вот это круто. Только мы повисли. Ну, ребята, как же это реально круто. Да? Давайте сейчас покатаемся по-нормальному. Сейчас с ним сядем. Ну, это реально работает. Это только мастеры могут так делать. Ну, я так, наверное, не сделаю, скорее всего. А может быть, сделаю. Не знаю. Но даже дизайн без модов выглядит просто охренительно круто. И он реально едет. Ну, под не так быстро, как хотелось бы. Но он реально едет. Как видели, у него задний ход тоже реально работает. Давайте посмотрим вид из кабины. Какие-то кнопки есть. Никаких кнопок, к сожалению, нет. Но это скарпи-ханник. Это нормально. Очень крутая постройка. Из-за того, что реальная физика здесь работает. Давайте посмотрим еще один. Камара. Тоже сделан, по-моему, без модов. Да, не так круто выглядит, как в предыдущей мустанг. Но, по-своему, тоже круто. Смотрите, какой дизайн. А, ну здесь уже, по-моему, сделан. Да, здесь уже с помощью глюка. Там идет глючая текстура. В этом месте расположены несколько блоков. Поэтому такой дизайн. Да, без модов, но при этом с глюками. Так, садимся. Это дверцы. Это у нас поворотники. По звукам даже, смотрите, поворотники такие. Прикольно. Это у нас фары. В общем, фар, смотрите, как и сделан, прикольно. Тоже странный блок, поэтому смотрится классно. Это радио. Сигнал, естественно. И у нас еще... Да, у этой машины есть одна особенность. А, не то, что она неплохо, наверное, катается. Правильно, цель неплохо, да. У нее складывается крыша, смотрите. Причем очень круто. Это элегантно сделано. Давайте посмотрим. Семерочку нажимаем. Это что-то очень как-то медленно. Поближе попробуем. Подвигается. Смотрите, как там сложно все. Реально, поищите, крыша. Реально, смотрите, сколько там элементов, которые крутятся. Реально. Задвигается. Причем красивая крыша какая-то получается. Это все, обратно, складывается, смотрите. Потом эти штуки закрываются. Давай, давай, давай. Офигеть, да? Ну, из тех, что я видел, крышу подъеду, но не смотрел скайп-механик. Очень классно сделан крыша тем, что очень много механических элементов. Очень красиво, элегантно закрывается, открывается. Надеюсь, тоже. А, по идее, немножко глючист. Мышка подлагивает, а так, в принципе, очень неплохо. Давайте попробуем обратно это сделать. Вроде бы неплохо тоже получается. Поближе попробуем посмотреть. Куча элементов. Вот тоже у людей фантазия прям. И если я правильно помню, то это машина одного из моих подписчиков. Что-то он сам делал, так заморачивался. Я бы, конечно, застрелился. Закроется, не заглючит. Реально там все убирается, капец, как компактно, да? И потихонечку, медленно здесь плавненько закрывается. Так, идем дальше. У нас тут с модами, конечно. Потому что эти уже колеса, видно, что модовые. Или это не модовые? Не, модовые, модовые колеса. Но очень классно сделано, смотрите. Джип такой военный. Дизайн тоже красивый. Давайте посмотрим, что внутри. Он катается. Дверцы. Это у нас освещение. Тоже, по-моему, с помощью глюков сделано. Или это мод все-таки? Ну нет, нет, глюки тоже есть. Видите, текстура мигает. Да. Можно какую-то похоронную маршу сыграть. Вообще, эта постройка напоминает мне российского тигра, да? Или как он называется? Это российский броневик. Я уже забыл просто, как он называется. Я думаю, меня поправите в комментариях. Открывайте, смотрите, фаркоп даже есть. Видите, сзади. Польня. Да, вот он, фаркоп. То есть, к нему еще, видимо, какая-то есть пристройка, и он что-то может возить. Прикольно. А также дверцы открываются. Да. Эти колеса, по-моему, просто в них с помощью глюков засунуты вот эти вот диски, как бы. Давайте, по-моему, покататься. Да, плод работает автоматически. Комфортно катается, сравнительно. Можно ехать. Блин, я себе хочу с ручник нажать. В GTA переиграл. А здесь, когда нажимаешь пробел, ой, что здесь делает кружка. А, это типа, как это называется. В общем, забыл, как это называется. Система забора воздуха сверху, как-то на букву F, по-моему, называется. Ну, вы поняли, о чем я. Да, нажимаем тормоз, отпускаем газ, загорается стоп-сигнал еще. Вот такая особенность. А когда нажимаем задний ход, то загорается фонарь заднего хода. Я прям по фэншой сделан, у нас электроника. Слушайте, ну достойно сделан. Давайте посмотрим подвеску снизу. Вот какая-то плита сделана. Да, почти ничего не видно. Подвеска стандартная, почему-то сделана на кружках. Интересное решение. Ну, мне нравится. По-моему, отлично. Давайте добьем постройки из виде машин. У нас есть такой танк. Вроде бы неплохо так смотрится. Тоже вроде бы сделан без модов. Но это не точно, как всегда. На что он похож на какой-то танк? Он на многие танки похож на самом деле. Вроде что-то на русское, вроде что-то на китайское. А вроде бы на что-то другое. Так. Смотри на себе. Вот я... Я думал, как нормально откроется, а он прям выдвигается. Такого я не ожидал. Поворот. А, ну понятно, танковое управление у нас. Стандартное, да. Комфортное, сочно. А, это, наверное, задний ход, возможно. Вот переключается. Я подозреваю, что задний ход. Давайте посмотрим. Да, задний ход. Удобно сделано. Классно, мне нравится. Так, выключаем задний ход. Ох, ни хрена себе. Он стреляет даже. Из пулемета сразу. А давайте попробуем... Оба, она еще башню поворачивает. Только сейчас заметил. Так, поехали. Попробуем взбить наш вертолет. У нас как раз картонный. Огонь батареи, полей. Какой звук страшный. А если пулеметом? Бедный вертолет. Мне его жалко уже становится. А что еще кладешь остальные? Нет, не это. А, ну это фары. У танка. Что немножко странно. Ну, не, бывает. Почему не бывает? Бывает, ребят. Ну, странно. Танки должны маскироваться. Желательно. Слушайте, ну нормальный танк получился. Мне нравится. Он очень комфортно катается, кстати. Быстро и... На комфортной какой-то подвеске. Прям кайфую. Ну, у него немножко игра подлагивает. Физика начинает там... Что очень сильно просчитывать. Но нормально. Мы привыкли. Это скреп-механика, ребят. Давайте попробуем посмотреть на такой вот трехзначный замок. Че, клавиша реально работает? Охренай себе. 666. Вести. По дефолту здесь получается пароль 000. Чтобы ввести новый пароль, нам нужно постинести. Три семерки, да? 777. Запоминаем. Подождите, наверное, на зеленый запоминаем. А, ну Enter, наверное, нажимаем. О, я нахрен сломала. Подождите. Три нуля. Нажали. Вот они были по дефолту. Вот загорел зеленый клавиша. Значит, мы правильно выдали пароль. Нам нужен новый пароль. Мы, допустим, вводим 777. Нажимаем вот эту клавишу. Пароль запомнился. Как я понимаю. Удаляем. Вводим три нуля. Пароль не работает. Зеленый. Вводим обратно 777. Сказал 777, блин. Enter. И зеленый загорается. Вот так вот работает, собственно говоря, замок. Ну, прикольно. Компактный достаточно. Если кому-то нужно на дверь поставить, очень достаточно удобно. Но он сделан с помощью модов, поэтому вот эта штука, это моды, на самом деле. Вот. Но компактный, прикольный. Мне нравится. Работный, главное, что. Так, у нас тут какой-то дикий робот. Ага. Как здесь есть? А, ты просто ходишь? Он ходит? Да, медленно ходит. Вот любят делать люди из кружек какие-то вещи стали получаться? Если он что обнаружит, видите, он начинает поворачивать автоматически. Вот он обнаружит меня. Мы даже сделаем попроще. Так. Обнаруживает, начинает поворачивать. Так же, если он обнаружит какие-то, я так понимаю, цели, типа вот, допустим, стрелять можно, да, будет? Он что-то он тоже обнаружил, он сверху, видите? Что будет происходить, давайте посмотрим. Пока тупит. А, вот он стрелять начинает. Да-да-да-да. То есть, я так понимаю, нужно делать это из картона. Так, сейчас мы уберем вот это все подальше. Да, он реально что-то простреливает, смотрите. Вторая пушка врубилась. Искусственный интеллект, блин, на датчиках. Но это ему не помогает. Если вот такой картон стоит, стена, то и что дальше? Он прострелит вон там все блоки сверху, если не задать что-то. Так, ну у тебя картонка по пути. Или ты поворачиваешь мимо нее? Ладно, сейчас мы усложним задачу. Повернул, видели? О, нога у нее одна прямо, одна... Странно очень. Вот такой тебе искусственный интеллект, на самом деле, да. То есть, вроде бы, как работает, с другой стороны, как-то не идеально работает. Но прикольно. Так, а еще у нас есть какой-то какой-то двигатель. Который взрывается почему-то. Что происходит? А, с помощью взрыва? А, это типа детонация взрыва происходит. Да ладно, серьезно? Да, 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 ребят, это реальная детонация в цилиндрах происходит. Кто-то сделал такую дичь, ребят, этот поворот. Какой-то время он работает, пытается. Реально, 12 цилиндров. Кто-то же додумал, что-то такого? Господи, боже мой, и это не ломается. Это намода сделана? Господи, вот это круть. Реально работающие в цилиндре. Ну, он... Да, 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 подключить немножко. А, красный, да что? Какой-то в сторону может? Тихо, не падай! Если он с помощью модов спаунит этот вот динамит, который создает эффект взрыва в цилиндрах, да? Как в настоящем моторе. Вот он пошел. Реально, что-то ха-целинно, реально двигатель. Чувак додумался, да, использовать динамит, чтобы реально толкать поршни. Вот это круто. А тут, видимо, свечи, да, там какие-то... Это охренительно круто, ребят, просто охренительно круто. Надо было такого додуматься. Охренеть, чувак, респект тебе, я вожуху. Это круто. Реально вращается, так что-то, да? Ну ага, да, даже в нужную сторону в ракетах. Но при этом, конечно, спустите, как-то это проблематично. О, господи, боже мой! Что происходит? О, он сейчас реально завелся, сейчас реально классно работает, смотрите. У меня уже тошнит, у меня уже трясет, у меня уже... У меня уже, ну, от этих тряски у меня уже реально подташнивать начинает. Круто. Но с помощью модов сделано, поэтому не совсем честно, по крайней мере. Так, ну и, напоследок, соберем с вами еще один двигатель интересный. То есть, это такая схема тоже, как бы, механическая, которая крутит вроде бы колеса, сделан вроде бы на глюке. Давайте попробуем это дело подключить. Я видел, как это подключается, но это не точно. Для этого нам нужен такой столбик, плюс нам нужна, естественно, сварка. Нужно какую-то часть приварить. По-моему, вот эту часть... Так, надо убрать. Тихо, тихо, не дергайся. Да, дальше смысла приварим с вами колеса. Блин, столько всего тут с тем модами. Попробую еще найти 10 колес. Ну вот, колеса, я не знаю, какие большие, небольшие. Попробуем взять, какие есть. Маленькие колеса. Вот. И если я правильно понимаю, блин, нажатие кнопки какой-то, они реально будут работать, круто смотреться. Там реально поршень работает. Офигеть, да, друзья? Смотрите. Ну, какие-то тоже сделано, чтобы скрап механизм позволяет без всяких даже модов, глюков, делать прокрутку некоторых деталей сквозь другие детали. Ну, например, можно делать с помощью различных амортизаторов или вот таких вот блоков. А, ну, он с двух сторон работает, наверное, да? В одну сторону крутится, нет? Да, в одну сторону крутится, нормально. У тебя реально работающий двигатель. В смысле, реально работающий на физике двигатель. Ой-ёй. Не хватает, допустим, мощности, прокрутить колесо. Давайте хотя бы 7 на 2 поставим, что слишком много получилось. Такой потянет с колесо. Такой потянет. Прикольно, ребята, да? Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем. Вот такие вот постройки скрап механика сегодня были от моих подписчиков. Какие-то были стоп за неделю, какие-то были стоп за все время. Ну, это, по-моему, за полгода примерно топ собирается. Здесь вам было интересно. Пишите комментарии, хотите ли вы продолжение обзора постройок. Может быть, хотите какие-то другие видео по скрап механику? Пишите об этом в комментариях. Если хотите, станете спонсорами канала. Есть очень много уровней. Но это, опять же, по желанию. Это абсолютно я не принуждаю. Просто объявляю, что теперь такая появилась возможность. Ну, а с вами был Клауд. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо. Всем пока.